И как они вообще могут сюда со спокойной душой и совестью приезжать вместе с своими детьми? Зная, что мои дети сейчас вообще без жилья. Сейчас свой дом Лейсан и Сергей Скрябин видят только через высокий железный забор. Говорят, даже не думали, что станут жертвами обмана. Глава семьи когда-то работал в уголовном розыске, супруга в службе судебных приставов. Но даже несмотря на такой опыт, с артистами они не взяли никаких расписок, понадеясь на добрые дружеские отношения. Участок приобретался за 120 тысяч, потом в течение трех лет нужно было построить дом. После того, как дом был построен, он сказал, что нужно доплатить сперва 200 тысяч, потом 450. По словам семейной пары, известный артист татарской эстрады сам предложил им свой участок в Куюках. Рассказал, что земля находится в аренде и оформлена на его супругу. Но если подождать три года и построить на участке дом по закону, землю и самостроение якобы можно оформить в собственность. Так и договорились. Деньги певец взял и действительно подписал все документы. Только не на Скрябинах, а на свою жену, рассказывает Сергей Лейсан. Дом мы построили на этом участке, но передача документов так и не состоялась. И вот уже 10 лет он обещает, что он нам их передаст, а потом говорит, что не передаст. Потом мы приехали сюда и установили, что здесь уже стоит забор. Отчаявшись, Скрябины обратились в полицию. Туда же был вызван и певец. В отделе артист написал расписку, что обязуется вернуть деньги. Но сумму не указал. Уголовное дело не возбудили. Сам певец сейчас на гастролях, однако в телефонном разговоре сегодня рассказал. Никакой договоренности у него с семьей не было. Никаких денег он не брал. А дом, который пара построила на его участке, они могут забрать себе. Я никого землю не продал. Где моя фамилия? Расскажите, где? Где расписка? Что? О том, что я продал. Нормальные люди-то расписклируют. Мы же дом не претендуем, госдом разбирает, обложил договаривание. Я ему землю предоставляю, он согласился. Это не моя земля, нет моей земли там. По словам народного артиста, все переговоры с Крябиной вели исключительно с его сыном. Однако супруги утверждают обратное. Между тем, юристы уверены, доказать право на свою собственность в данном случае можно и без расписок о передаче денег. Если данный факт, то есть написание расписки, он не мотивированный, то есть не указано, за что именно, какая сумма была передана, то необходимо возобновить проверку, написать заявление либо в правоохранительный орган, либо надзирающему прокурору. Сейчас супруги намерены вновь обратиться в полицию, чтобы раз и навсегда утвердить свои права на землю и дом. И больше они не верят на слово. Во всяком случае, народным артистам. Дарья Петрова, Елена Кривопатра, Дмитрий Рыженко, Телеканал Эфир.